вот хочу показать вам этот бекон что я купила только что да вот видите я его открыла чтобы показать как он выглядит посмотрите нас хлынул дождь ну вот опять посмотрите что у нас какая у нас погода мерзкая поехала я в песка сегодня выбралась сидела дома что-то прям так вы знаете разлинилась вот такая погода вообще как-то расхолаживает просто невозможно ну поедем сейчас теска посмотрим о господи машин это полно прям еще и не выйдешь сколько стало машин друзья хорошо договорились не буду я снимать ни о каких королях артурах ничего такого а буду вам вот что вижу то пою буду снимать обычное видео посмотрела тут опять аналитику по каналу по своему у меня вот те кто говорят что в основном смотрят у меня женщины моего возраста и бальзаковского возраста и старше да вот вы знаете ничего подобного я вам кстати покажу наверное аналитику по каналу потому что спрашивают спрашивают сколько зарабатываю но как же все расскажу все покажу вообще у меня сегодня настроение шикарное сразу вам расскажу почему вот как мало надо как говорится человеку все таки вчера мартин приехал вот он мне все звонил звонил хочу приехать соскучился два месяца мы с ним не виделись я так знаете как то уже чисто по-английски научилась нет они нет нет пруни ну в конце концов он настоял напросился приеду 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 в маске подай вообще я уже давно ни с кем тут тоже не общаюсь и ничего такого страшного коронавирус короче ладно какой там маски о чем вы говорите приехал нарушили всю дистанцию все нарушили правила коронавируса какие только можно я не могу ну в общем конечно пустячок а приятно скажем так и все равно конечно стимул огромный дает стимул человеческое общение да еще и с мужчиной который нравится так что видите как я оказалась очень в этом плане такой простой незамысловатой мне все это сразу очень подняло настроение да я даже уже и раньше говорила вы знаете помню чудо стала капризничать когда муж умер я одна за меня навалились эти проблемы я их одна решить не могу боже мой такой стресс депрессия ужасная и что делать кроме меня самой никто меня за волосы из болото не вытащит надо все самой вот стала сама тут что-то смотреть выяснять горячиться потеряла два года жизни практически на всю эту ерунду а вот папа как-то вы знаете даже почувствовала что все мне не так и все как-то вот плохо и уныние навалилась а потом когда познакомилась с мартиным я у даже говорю до сих пор вспоминаю что я еду как-то после нашего ужина вместе в пабе и я еду обратно домой и у меня такое впечатление что я просто где-то совсем на новом месте не на том острове скучном ужасном а вот совсем другое место я вдруг переселилась что значит когда человек нравится и уже не так пустынно и уже и в пабах интересное музыка шикарная и все замечательно вот что творится так ну ладно я приехала припарковалась сейчас схожу я в теско и продолжим вот приехала в теско сейчас пройдусь быстренько показываю вам вообще-то как-то не хочется мне вы знаете особенно тут светиться с камерой мало ли меня не поймут хватит вон такое вот зеркало классное сейчас вам покажу себя красавицу ай-яй-яй ну вот как тут это я плохо трудно снимать самой себя саму себя у меня если палка селфи то она как-то вы знаете ну если я длинную ее делаю чтобы себя полностью показать то не слышно меня микрофон с петличкой что-то не работает в общем вот только так через зеркало если кто желает меня посмотреть красавицу также я же знаю что вам же интересно смотреть на меня тоже так вот что тут у нас по скидкам но здесь знаете по скидкам такое продают что можно без скидок дешевле найти не буду я ничего брать я вообще даже не знаю чего я сюда пришла я пришла за молоком и я пришла наверное еще за зеленым луком вот на зеленым луком возьму пакетик лука 48 пенсов так пошли дальше смотреть у нас здесь много чего исчезла птеска ну хоть слава богу вот появилось молоко надо а вот эти вот смотрите сейчас слева она прилавки которые были там сырое мясо колбасы сыр нарезной эти их просто бутылками закрыли тут все вообще пусто 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 и ничего тут не работает как не работало так и не работает много ассортимента ушло много чего поменялось мясо плохо рыбы вообще никакой вот наш любимый прилавок с рыбой опять посмотрите он пустой вот здесь была рыба на льду вот так вот а здесь было мясо когда это все тут у нас появится снова понять невозможно так и если посмотреть вот видите вот написано мид мест мясо вот такой вот здесь у нас отдел мясной и здесь только куры нарезка ножки крылышки и бедрышки куры 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 а если смотреть здесь если смотреть здесь свинина вот тоже она не особо пользовалась популярностью она она невкусная она хоть и дешевая видите 33 фунта за килограмм она даже сейчас подешевела но она невкусная абсолютно вообще что сейчас со вкусом продуктов я не знаю ну и вот опять же этот как его фарш путаюсь с названием фарш ламп ламп это ягнята овечки 4 фунта за 500 грамм дорого и при том 20 процентов жира если жир попадает в этот фарш да при том еще и бараний жир вы знаете вот я как-то сделала котлеты я делаю с этим бараньим жиром у меня все руки облепил этот джейфу так мерзко противно все прилипает к рукам нет я не стала больше покупать что еще я тут покупаю себе даже не знаю чё вам еще сказать пока а я же еще покупаю себе этот свой любимый бекон сейчас попробую найти ну вот ходим мы с вами по этим прилавком опять по стеллажам все как-то практически нынки а практически все поставили это опять же вот вы знаете я вспомнила так а где у меня а где 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 надо еще найти ага ну вот я нашла этот свой любимый бейкон он подорожал стал 70 был 50 стал 75 спи пенсов за упаковочку 500 граммов но все равно он вкусный я из него варю я из него варю гороховый суп и я еще я из него жарю яичницу с беконом иногда а иногда знаете просто сырой нарезаю красивенько и ем вот такая вот я неприхотливая скажем так ну вот такие вот я выбрала не очень жирные тут же понимаете вот можно рядом взять вот такой нарезанный бекон да вот он нарезанный упаковочке так он стоит 420 ну а вкус тот же самый смысл тот же самый и я беру вот тот такими остатками не кондишен ну в общем все я вот так вот пробежала коротко коротенько здесь по этому теско я что-то как-то ничего не хочу покупать иногда все равно пустые прилавки и еще раз говорю что-то не договорила по-моему то что здесь получается иногда как у нас раньше в бывшем советском союзе знаете когда нет никаких продуктов ассортимента особенно нет то устанавливали везде у нас в Архангельске стоял стояли банки трехлитровые с березовым соком с уксусом то еще еще какие-то банки по-моему когда-то в лучшие времена помню стояли банки с икрой с кабачковой я обожаю потом стояли банки со сгущенным молоком вкусным потом она вообще пропала ну ой ассор так я опять пошла не туда теперь надо выстоять вот такую вот огромную очередь в кассу в кассу здесь они сделали такой заход сзади все кассы там их по-моему то ли 6 то ли 8 работает но просто подойти нельзя надо вот идти в самый хвост магазина становиться сюда и ждать я не знаю ничего не могу сказать по этому поводу но мне иногда кажется что вот такая вот ерунда она даже больше задерживает людей и больше соприкасаешься потому что там пока идешь все равно ходят люди которые еще не скупились ходят по магазину и ты когда идешь на кассу с ними опять сталкиваешься то есть как то не работают все вот эти вот запретные их такие вот ограничения видите на полу тут они расчертили стоять здесь идти туда да опять же интересно что здесь от человека к человеку показано вы должны больше двух метров дистанцию держать вот здесь даже расчерчено а если посмотрите за желтенькой загородочкой человек идет покупает просто вино то он будет в метре от вас стоять а может быть вот пожалуйста видите идут люди может быть даже и ближе то есть а то есть дистанция она нам в бок не распространяется она распространяется только вперед и назад как обычно идиотизм это я так ворчу опять ну вот так пришла посмотрите сколько машин ТЭСКО уже полно хотя карантин не закончился вот моя машинка замечательная сейчас садимся едем вроде перестал дождик но посмотрите какие тучи все кругом заволокло и у нас сегодня плюс 16 температура ну все еду 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 домой назад мне конечно иногда зрители мои пишут вот у вас а вот у вас вам купили квартиру и у вас осталась машина от мужа вот понимаете сразу два таких утверждения ни одно ни второе неправильное откуда люди это берут я понять вот не могу сказать по правде откуда взято вот это вот это по-моему мне Елена написала ну почему поворот не показываешь парень вот написала вот написала Елена ну и как с чего она это взяла во-первых мне никто никакую квартиру не покупал что за ерунда я квартиру купила сама на те деньги которые мне завещал муж вот и все никто мне ничего не дарил и никто мне знаете никаких подарков не делал и машина автомобиль имеется ввиду на котором ездил мой муж Honda Civic тоже но более современная вот и когда я попросила у его дочери оставить мне автомобиль потому что я на нем училась ездить она сказала нет нет ну что вы если хотите покупайте за 8000 фунтов ну а он уже был изрядно покоцанный и ему было 8 лет уже эксплуатации поэтому извините меня но за такие деньги я сказала что ну хорошо я согласна за 2,5 купить если уже не собираетесь вы мне его отдавать хотя по идее вообще я не понимаю какое она отношение имела к машине моего мужа к его дому ну вот так так что понимаете никто ничем мне не оставил никто ничем мне не подарил скажу я вам и автомобиль на котором я сейчас еду тоже Honda Civic но я его купила сама за свои собственные деньги в 2016 году еще и приезжал зять ко мне Андрей и он разбирается хорошо в машинах и он мне помогал покупать этот автомобиль вот я на нем и езжу а по поводу подарков таких что вы рассказываете конечно удивляет откуда взята вот эта вот информация с чего вы ее взяли а во вторых как вам сказать дочка его когда приехала и я попросила говорю я вот уезжаю уже переезжаю свои то вещи я конечно там тряпки забрала но говорю вот у меня был была какая-то мебель все-таки в моей комнате в которой я жила с мужем в комнате в моей она сказала нет 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 ничего нельзя брать ни в коем случае нельзя и я не взяла ничего ни чашки ни ложки ни вилки ни посудки ничего и говорю что оставила даже все моего мужа вот эти вот видеокассеты которых было там тысячи фильмы его когда он снимал по всему миру вот очень жалко я почему-то сейчас думаю что это все просто было выброшено ничего никому не понадобилось но мне не дали а вы говорите машина мне даже ложку и кружку не дали самое смешное что когда она приехала я ей отдавала ключи от бангала и я уезжала и она приехала зашла в дом она поразилась она не ожидала что тут все останется буквально все и она была настолько удивлена что как бы она мне потом предложила ой Галина так ты может быть возьмешь вот этот сервиз вот возьми сервиз здесь блюдцы все так хорошо возьми-возьми я говорю нет спасибо Джудит не надо мне спасибо я обойдусь я лучше себе на кабуце или куплю все это она удивилась как это она же думала я русская сейчас я все загребу выгребу все все заберу украду вот у них какие понятия о нас о русских это тоже вы знаете настолько неприятно некоторые в общем-то конечно и соответствуют почему такие о нас ходят слухи о русских ну потому что вот видите многие наверное соответствуют но не все припарковалась пошла домой пошла домой там вот почему-то всегда мое парковочное место кто-то занимает безобразие приехала иду домой все вам показываю степ бай степ степ бай степ шаг за шагом как тут у меня происходит напугало меня это мне засигналило сейчас Сандрин проехала на своем джипе огромном ну я уже пришла и я уже иду домой вот такая у меня грядка ничего я тут больше не сажаю это все что осталось с прошлого года такая красота а здесь посмотрите опять во всю земляничка в этот раз наш газон подстригла хозяйка ну в общем вот иду домой открываю дверь сначала от общего коридора дверь открываю потом поднимаюсь к себе наверх показываю показываю друзья смотрите иду на второй этаж это как-то говорят что показываете ваш обычный день и тогда будет все здорово нам интересно смотреть ну вот смотрите так открываю свою дверь так так вот здравствуйте здравствуйте всем здравствуйте это моя квартира вот она все как было в этой комнате у меня видите так никого нет все пустынно уже какие квартиранты сами понимаете коронавирус никого не взять всякие вещи пока если кто-то может быть найду кого-то то если кого-то найду то освобожу пока вот так все вот так кухня моя замечательная все как было так и есть все вам покажу хотите пожалуйста цветочки из леса у меня вот тут стоят вот сегодня купила вот такой вот мороженое айскрим посмотрите юникорн единорог и вот удивляет конечно иногда вот посмотрите какая прелесть да тут и какими-то еще красивыми посыпано стружками и тут и с вареньем он 900 грамм упаковочка стоит 1 фунт вы представляете как дешево вот недавно я покупала еще в такой же упаковке только это шоколадная мороженое с сливочным очень вкусное бесподобное вот иногда понимаете вот такие вот цены они конечно удивляют сейчас буду наслаждаться вот хочу показать вам этот бекон что я купила только что да вот видите я его открыла чтобы показать как он выглядит посмотрите он выглядит точно так же как обычный вот такой нарезной бекон вот он просто толще куски видно они там еще не настроили свою машинку толком куски получаются толще но я их прекрасно режу они абсолютно по вкусу такие же как бекон за 4 фунта так что сейчас буду готовить себе обед а еще вот купила себе вино смотрите красное и белое вино покупаю вот такую всегда это Ширас бутылочка а это Шардоне одной фирмы Саламандра Саламандра вот здесь написано австралийское вино так же как и желтый хвост Йеллоу Тейл так и это мне нравится вот сейчас подумаю какое вино буду пить на обед и буду опять наслаждаться а на этом друзья я с вами прощаюсь всего вам доброго увидимся пока пока хлынул так быстро и прекратился а у меня посмотрите тут какие цветы за окно грядки такие у меня тут так и так и так и Продолжение следует...